Во время работы я буду говорить мало, потому что для меня более ценно все-таки получить тот результат, который мне необходим, а здесь наговаривать я буду мало, то есть я буду больше сосредоточен на том, что я делаю. Так что вы смотрите и делайте себе какие-то выводы, запоминайте. Значит, какие задачи я буду ставить перед собой, чего я хочу добиться. То есть добиться я хочу того, чтобы изолировать вот эту колонию шампиньона, мицелия. И сверхзадачу я для себя еще поставил, мне будет просто интересно, я попробую с помощью пипетки и спирта, я попробую все-таки вот этих две колонии бактериоза, какие-то дрожжи или что, я попробую все-таки спиртом смыть, вылить и закупорить эту пробку. Мне просто это интересно из таких чисто научно-исследовательских таких вот соображений, потому что раньше, сколько я не пытался просто вымыть ее или как-то нейтрализовать, я даже пробовал ее как-то прожигать. Обычно это все заканчивается тотальным обсеменением самой колонии. Попробую я спиртом смыть. Что из этого получится? В результате я все равно, ну это колония через некоторое время этим бактериозом она будет потеряна, то есть ценности она для нас в перспективе уже мало представляет. Поэтому что мы сделаем? Спиртом попробуем это смыть, изымем отсюда мицели, пересадим его на пробирки, пересадим его на другие питательные среды, вот, и что еще? И что нам для этого будет необходим? Значит, для того, чтобы смывать, мы будем пользоваться вот этой пипеткой, которую я помещаю в спирт. Значит, нам нужна будет лабораторная петля. Естественно, нам нужен будет, что нам нужно будет? Спирт, ну вот для этого, ну то есть пинцет тоже поместил уже в спирт. Также нам нужны будут спиртовые салфетки для того, чтобы дезинфицировать руки. Ну и нам, естественно, будет необходим источник огня для прожигания самих пробирок. Для такого мероприятия, ну, утилизатор, тоже для каких-то, если нам не понадобится. Вот, и, значит, и нужно будет нам еще утилизатор. Да, ну и еще, сейчас я возьму какие-то питательные среды. Это видео вообще будет для вас интересным, потому что я буду использовать как стандартные пробирки лабораторные, так и буду использовать нестандартную лабораторную посуду, то есть такие вот емкости с огаровыми средами в виде бутылок из-под водки. Вот, и сейчас я вам покажу, как работать вот именно с такими вот емкостями. Я специально, предварительно уже готовлю пробки для закупоривания, потому что как работать вообще с этими крышками крайне неудобно и велика вероятность того, что после нескольких использований буду подсасывать воздух и будет испортиться наша культура. культура, поэтому в дальнейшем планируя работать с этими емкостями, я их закупорю резиновыми пробками 16 в диаметре, то есть называются они 16. для этого предварительно я их помещаю вот в такую вот емкость и для обработки буду использовать спирт и огонь. Так, здесь значит я их обработаю и сразу после работы самими емкостями я закупорю их уже резиновыми пробками для того, чтобы в дальнейшем более удобно было работать. Так, теперь это у нас приготовлено. Еще раз.